Москва, как много в этом звуке! 12 миллионов жителей, 4 миллиона машин! Москве приходится сталкиваться с такими проблемами, о которых другие города даже не подозревают. Это как государство в государстве. Для остальной страны Москва некий Марс, где жизнь устроена по каким-то своим особым правилам. Мы решили посмотреть на Москву как бы со стороны из глубинки, глазами среднестатистического россиянина. Здесь, на знаменитой трассе Москва-Петушки, живет человек, которого я снимаю вот уже 10 лет. К нему и едем. Это Собинка, Владимирская область, районный клуб. Здесь живет и трудится, даже репетирует наши главные герои. Бывший дальнобойщик, участник боевых действий, а ныне начальник Лакинского ЖКХ, солист вокально-инструментального ансамбля Куба и просто правдорубь Владимира Инограда. На кухне записка не жди, останусь у Тани. По теле курянец, как дальше жизнь достали. О, и, ну что ты опять? Ты все испортил, Канцер, я просто... Как москлама, так сразу запах приют. Извини, что испортил вашу самодействие. Ну, тут другое дело. Вот это принимается, хорошо. Слушаю. Нас сегодня ждет большой шоу-бизнес. У нас сегодня серия про шоу-бизнес. Поэтому, если ребята не против, я тебя сегодня отсюда как-то перемещу из этих подмостков самодейственности на большую сцену. Мы не на подмостках, мы на третьем этаже. Мы выше всех. Представитель у нас города Москвы, пусть не в шоу-бизнесе, но выеживается. Можете показать класс, Леонид. Давайте, давайте, не, давайте, давайте. Языком-то трепайтесь. Вот это? Давайте, давайте. Легко, вот смотри. Для вас специально. Песня о родине. Как у наших у ворот, тузик шарикась, а потом наоборот, шарик тузикась. Эх, танцуй черноголовый! Так, Леня, с таким мастерством и с таким репертуаром обычно бьют рыло. Ты, значит, репертуар из неправ. Прощайся. Так, научь. Народ переживает. Ладно. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вы видите, вот как... Да, по-моему, мы отлично выглядим, я не могу понять. Ну, просто, как бы, ничего же не стоит на месте, всё идёт вперёд. Эпотировать – это такая самоцель или нет? Нет, нет, вообще никакой не эпотировать, и просто мне нравится, знаете. Я люблю, короче, жить вот так вот, как я живу, и я стараюсь всё это делать. Мы, короче, читаем книги, и очень интересно. И наше сознание, оно открывается, и мы теперь более свободные люди. Ребят, счастливо, спасибо вам. Пожалуйста. Мне счастливо. А теперь повтори, как зовут эту группу. Уэз. Уэз. Да откуда я знаю, как её зовут? Тебе понравилось? Чего? Понравилось? До ушка, до ушка. Скажи нам, до ушка? У нас после двух лет от фотки приличнее девается, честное слово. Чего там штанишки-пили заношены? А это и не что такое. Да? В этих штанах уж пятеро померло. Чего ты? Застиранно всех хуйня и как. А чё это за мужик-то? Я не знаю, он разверну, покажи. Кто это? А чё там в юбке ещё, еб**ть? Б***ь, баритки без шелков, еб**ь. Кто это такой-то? Я не знаю. А, это брюк, у меня карманы есть. Спроси, кто это? Спроси у чонка. Братало. Кто это такой-то? Какой-то Сергей Салин. Какой-то Сергей Салин. Я не знаю. И чё он делает? И чё, Салин, да? Да, да, да. А он чё, поёт, что-то, да? Да, да. И танцует. Поёт, говорит. Не, ну серьёзно-то, ладно, чё ты? Ну, творит, а он, Салин, упрощает. Чего-чего-чего творит, а он, нет, 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 нет. А этот, а Галкин, чё, что-то? Да. Чё, если бы не этот какой-то фаворит. Чё? Глухой, чё, вы, е**ть? Ты чё, глухой, что ли? Какие вопросы надо задать, Звёздор? Тебе однозерчение-то, а чё, пи-лядь? У Киркова спросить, как дочка растёт. У Моисеева спросить, как здоровье. Борис, здрасте, а можно пару вопросов перед выступлением? Вот у нас есть реальный человек, который приехал в специальность провинции, на вас посмотреть, с вами познакомиться. Я вас только по телевизор увидел. Его зовут Владимир. Вот ему даже наказывали какие-то вопросы задать. Володя, очень приятно. Чё-то он как-то это... А чё ты спешился-то? А чё должен сделать? Девочки какие-то е**нутые. Я чё, польку бабушек шлюху, не знаю. Чё ты сушевался? Здравствуйте, Боря, Володя. Как часто вы выступаете в маленьких городах? Ну, часто. Приедете к нам в Владимир? Конечно, с удовольствием. Когда? Ну, я думаю, что уже в апреле месяце. Вот за правду? Да. Ну, передавайте большой привет. И приезжайте, правда. Хорошо. Не обманете? Нет. Нет. О, привет. Здравствуйте. Привет. Это Владимир. Привет. Вот хотим из Владимира сделать звезду. Вот как стать звездой? Легко. Упал, если я... А слова напишите. Да. А вот есть слова. А вот есть слова. В отличие. Чё переменится, родная. Вот про эту песню-то? Давайте, я вам подпою. Вы начинайте. Нет, нет, ты начинай, а я тебе подпою. Потому что я не слышу, что... А как ты... А ты не знаешь? А я услышу всё, не бойтесь. Он профессионал, в отличие от тебя. Слово лучше. Забудь о шляпе. Мы скажем папе. Мы скажем папе, что я тебя нашёл. Кто ж будет капать? Ну, хватит плата. Би-би-би шляпы. Тоже хорошо. Всё перемелется, родная. Всё перемелется, пойми. А жизнь хорошая такая. Ты улыбнись и обними. Давай запоём русскую народную. Мне одна я в поле кувыркалась. Ни одной мне ветер в осорокуду. А, нет, нет, другая. Какая? Сейчас. Я сажусь в твоей, б***ь, жигули. Нет. Не припев. Мурка, ты мой мурёныш. Колега, колега. Прибыла в Одессу банда из Амурада. Это лагерный. Пусть водит нас с тобой за это. Нет. Всё, пошли, пошли. А то сейчас на себя колгопки ещё оденут. На баб потянул у нас. На баб, на баб, на баб. До свидания. Всего доброго. Пока. Спасибо вам. Частливо. Как тебе, Барри Каримович? Обалдеть. Ну, ананаси-то чего? Они что, поют, что ли? Они вон голыми выступают там в набитренных повязках. А есть ещё показать, дружище. Ананаси до сих пор про шляпу хотя бы тоже споют тебе. Про фаю там фа-ина, 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 фа-ина. Да. Идём. Владимир Александрович, здесь живёт певец Давид. И композитор, наверное, ещё. А имя-то какое-то. Они в двоём живут. Ну, никак мы с тобой. Как это ты. Владимир Александрович, проходи. Я так понял, чтобы в шоу-бизнес попасть, нужно сначала родиться в Тбилиси, наверное, да? Нет, в Советском Союзе. В Советском Союзе. Я так понял, вы тоже родились ещё в Советском Союзе. Рождённый в СССР. Голубоко в Советском Союзе, да. При Хрущёве ещё. Вы можете нам что-то показать, да? Да, могу показать. Просто Владимир Александрович, он же рождён в СССР, поэтому он там, ну, машина времени вот знает, такие вот чаев, там, ой-ё-о-там. А вот современную музыку не очень. Никак. Вот сейчас мою работу покажу, как раз которой на русском радио было. Сам поёшь? Ну, а как же. Иногда приходится под фанеру Москва всё-таки, понимаете. Вы знаете там, что такое фанера? Что ж мы, мы сейчас, понимаешь, у нас свет вот провели на той неделе, радио вот обещали на этой. А-а-а. Телевизор-то мы ходим в соседнюю деревню смотреть. Ты мне объяснили, почему по телевизору не... Вас я полна-то вам. Не-не-не, вот не хотелось ещё показывать по телевизору-то. Вот я включил в Новый год, первого числа, второго числа, третьего числа, четвёртого числа. Вот все каналы щёлкаешь. У нас кто? Нас. Золотой голос нашей эстрады, маленький-то, толстый-то, как его? Басков. О, откуда ты его знаешь? Вот. Ну, да. Басков. Потом? Киркоров. Это да, это я Пудель его зову. Киркоров, значит. Ну, естественно, Лолита, ещё кто-то. Галкин. Дэд. Дэд. Ну, такое ощущение, что телевизор вовсе не переключается. Вот сейчас, знаешь, мне как интересно, вот мне вот с кем Галкин ассоциируется. Вот сейчас моду-то собак-то маленьких, тётки на тетьках-то носят. Ага, да, видел, видел такое. Да, да, да. Йоркшерский. Да, да, да. Вчера, кстати, показал в Москве, мужик говорит, он мне взбесился, кусаться начал. Я говорю, покормить попробуй. Ну, того-то. Я её боюсь, а там у меня варежка больше, честное слово. Она её боится. Так мне вот кажется, вот Галкин, ты веди Йорк. Как? Йорк? Йорк. Да, да. Слушай, я звонка жду от Аллы Борисовны. Я скажу, что я с вами не знаком. Люблю, люблю, люблю. Это я так, к слову. Алла Борисовна, я с ним не знаком, честное слово. Ни телефона, ни. Да, 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 да. Ему продюсера в глаза я не видела. Продюсер виноват. Сука. Ну всё, у вас все дороги уже закрыты, всё. Да. На этом всё закончилось. Значит, два варианта. Либо понравиться Алле Борисовне, либо пойти по пути квест-пистолс. Это вот эти с маленькими... Йех, такие чудища ты бы видела. Епать. Он говорит, мы живём... Мы к ним подходили, он говорит, мы живём в другом мире, вас тут нету. Мы сами с собой, я думаю, ебать. Грибов, что ли, наели. А ты их видел? Нет, пока. Как их пистолс-то? Ну, короче, три клоуна. Это группа молодая, да? Да. Какая там молодая, там мрак, я просто... В колгонках бабьих ходят. Ну, там наркотики, не только... Мне кажется, Грибов, Мухомаров, Божирайцев и всё. Да, он говорит, мы в другом мире, вы где? Алло, алло. Я думаю, ебать, куда пришли? Да, да, я... С вами весело, слушайте. А у вас хоть какой-то опыт есть перед зрителями, перед народом? Или только в селе? В клубе? В какой селе? Это что, я живу-то в городе. Это на меня всё колхозиком представляет. Ну, город, 30 тысяч населения. Нет, меня все знают, в принципе. Да? А я вижу... Сейчас, где идёте? Водоканал. Потому что, как вода кончается, все сразу меня вспоминают. Не Стаса Михайловна вспоминает, а меня. Где этот винограр? Я говорю, Владимир Александрович. Я говорю, да будет у вас вода не сын. В смысле? Да. Да, да. О, Боже мой. А представь, ну что ты позвонишь Стасу? Стасик, милый, у нас воды нет. Он скажет, да чем я с гитарой к вам приду? Чем он канализацию? Гитары будут черпать? Может быть, тебе какое-то прослушание пройти? Не надо. Напиши мне, как тебя найти. А, хорошо. Сейчас я девчонкам скажу. Да он на сигаретах, я их на память возьму. Спасибо. Подзовите. До свидания. Спасибо, удачи, ребята. До свидания, всего доброго. Счастливо. Каким людьми-то общаяница. Вывел хоть свет двоечник это. Сидит там на компьютере. В статейки свои вот эти. Альграда, что ты меня позорил? А эти семницкие все пишут. Что ты меня опять позорил? Да ладно. Вот что перед 20 лет назад, то перепевают сейчас. Все эти блестящие, керачи. От блестящих, кто столстые? Все замуж вышли за олигарха. Все пум. Родили. А ради чего-то, собственно, решили? Так это девки решили свою проблему. Они не проблему же слушателей. Нет. Там хорошая песня была какая-то там. Сейчас вспомню. Про моряка, что ли? Что-то там моряк какой-то блестящий. Помнишь песню? Ты моряка и моряка, это не они пели. Ну, помнишь, нет? Да не помню, ее просто ты. Ты в то время дать на сиськи смотрел, а я просто в огороде занимался чем-нибудь. Подожди, песня. Ну, вот эта вот. Да, какая. Блестящая. Очень мне нравилась. Белая стрекоза. Это как раз блестящие пели, мне кажется. Нет, это не они. Там тоже тройка, но не такие. Да, да, так. Они чужие. Чужие, так, давай. Ну, как же она. Yes, today. Вот это, по-моему, они пели, да? Опять не они. Они блестящие. Подожди, не перебивай. Ой, мороз-мороз, мне кажется, нет? Нет. Нет. Блин. Все, застудил он головку-то у нас на свежем воздухе-то. Ну, кто? Что пели-то? Скажи мне. Да вспоминай, я тоже не помню. Чего? Это другой, товарищ, пел. Начинается Родина. Ну, это очень и блестяще. Дядя Серега, не поверишь, в Москве на лужниках, на футболе. Да где я вот сейчас у ворот спартаковский стою? Сегодня я тебя познакомлю с Русланом Нигматулиным. Руслан Мерло. О! Да! Wow. Вот я тебя! Да где я.